Профсоюзная конференция объединения рассматривала отчёт о выполнении коллективного договора за минувший год и должна была заключить коллективный договор или на текущий год, или на три года сразу. Раньше коллективный договор называли законом жизни предприятия. А что думают по этому поводу делегаты? Полу-революционного и слишком революционного, наверное, ждать не приходится. Но всё зависит от того, какие будут подняты вопросы, и как они будут решаться, какие будут ответы. Вопросы будут, конечно, острые и всевозможные, но единственное, что коллектив наказывал, чтобы зарплата была повыше у рабочего класса. Взвешенное, страстное, аргументированное выступление генерального директора Владислава Валентиновича Тетюхина подтвердило, он живёт делами предприятия. Оно стало для него родным, хотя, возможно, таковым оставалось и во время работы в Москве. И уже одно это даёт надежду на то, что конверсионные процессы не будут так жестоко и жёстко влиять на наши объёмы производства в будущем. В условиях рыночной экономики многое зависит от кадров. Поэтому сейчас мы должны проводить очень жёсткую и очень целенаправленно кадровую политику. Я думаю, что Винокурова это поймёт и осуществит это дело. Значит, или пьёшь, или работаешь. Или имитацией занимаешься, но сливается на стороне. Или работаешь, это уже касается начальства. Не доступны ни в яме, ни имитаторов, ни бездельников. Внимательно слушали делегаты конференции обширный обстоятельный доклад профсоюзного комитета. Если рассматривать в общем выполнении мероприятий коллективного договора, то можно отметить, что они выполнили, сказал председатель правкома Куканов. Выступления делегатов были короткими. Делегаты цехов Дудина, Мелехин, Петров, Аглямов, Титюев, Веретенников говорили о разном. Но озабоченность общая звучала в выступлениях делегатов цехов, о чём бы они ни говорили, это несомненно. В конечном итоге каждый родил за людей, за их лучшее будущее, за успех работы предприятия. И это самое главное. Что ж, впереди работа.